Сегодня ставропольские ученые продолжили внимательно изучать загадочные останки из древнего кургана, недавно обнаруженного на берегу реки Кубань. Находка поставила в тупик даже видавших виды антропологов. Во время раскопок они обнаружили прекрасно сохранившийся скелет животного с человеческой головой. В научных, а особенно околонаучных кругах сразу же появились самые невероятные предположения, разобраться в которых попытался Максим Березин. Имя этому уникальному артефакту придумали не любители фантастики, а самые, что ни на есть, консервативные ученые. В древнем захоронении, вскрытом во время раскопок, было обнаружено нечто странное. Баранецкий лес с человеческим черепом. Более изящного определения, чем Человека-баран, свои находки археологи подобрать не смогли. Что это такое Человека-баран? То есть там была комбинация черепа молодого человека до 25 лет и туловище барана. Вот так вот это все находилось, вот в таком положении. Сергею Савенко одному из открывателей Человека-барана в голову поначалу лезли ненаучные мысли. А вдруг Ставропольская археология обнаружила ранее неизвестное человечество аномальное существо. Чтобы зря не будоражить уфологов, скелет отправили на экспертизу. Нашлось одно, одна аналогия, она даже территориально не так далека, это территория Крыма. Захоронение человека, там скелет был почти полный, но руки и ноги были очленены до, где-то до локтевых суставов. И приставлены были кости животного, ну, предположительно, козы. Специалисты-антропологи опровергли все фантастические теории, но ни одну из загадок Невиномысского захоронения при этом не раскрыли. Загадочное захоронение способно взбудоражить воображение не только археологов эпохи раннего Средневековья. Это все, что пока о нем известно. Каких-то сведений о самом ритуале у специалистов нет. Может быть потому, что подобных артефактов на Северном Кавказе раньше не находили. По всем остальным археологическим признакам, Невиномысское захоронение вполне типично для своей эпохи. В загробный мир усопшего провожали, соблюдая необходимые ритуалы. В могиле было найдено оружие и утварь. Это действительно какая-то уникальная ритуальная ситуация. То ли это был особый человек, которого нужно было похоронить. Приключения археологов Невиномысской с самого начала приобрели какой-то антинаучный оттенок. Неподалеку от первой находки экспедиция случайно раскопала останки лошади невероятных размеров. Боевой конь имел богатырский рост почти два метра в холке и был погребен с нехарактерными для животного почестями. Для этого коня была вырыта специальная ванна в земле. Ванна эта была заполнена травою и конь в этой ванне лежал на спине. Вы видите какой он? Пролить свет на происхождение уникальных артефактов ученые пока не могут. Некто из далекого прошлого оставил на редкость непростую задачу. Максим Березин, Тимур Ахмедов, Сергей Плавтяков, Руслан Абаев. Северокавказское бюро НТВ. Ставропольский край.